Я предлагаю начать без Насти. Она посмотрит в записи. Сегодня мы с вами продолжаем изучать тему синастрии. У нас уже четвертый урок по синастриям. Хотелось бы немножечко вспомнить, что мы с вами проходили на тех предыдущих уроках. Напомню вам, или вы мне лучше напомните, что за первый брак у женщин отвечает в карте? Куспит седьмого дома. Планета, получается, Марс и Солнце. Если ночное рождение, то получается Марс, а если дневное, то Солнце. Гендерные планеты у нас отвечают за первый брак, а Куспит седьмого дома показывает вообще как бы все браки. Как правило, конкретно к первому браку имеют отношение гендерные планеты. А вот даже второй брак, он может идти уже по седьмому дому. Первый, допустим, по Марсу, либо по Солнышку, а этот уже идет по седьмому дому. Вообще, как правило, он описывает все браки и всех партнеров, которые к нам притягиваются. Потом, прежде чем строить синастрию, мы сначала оцениваем седьмой дом, это сам, натива. Что он хочет получить от брака, что в его седьмом доме. И хорошо бы, если бы эти планеты были бы в натальной карте ярко выражены у партнера. Да, там либо Солнце в соединении, либо Солнце в мажорном аспекте с этой планетой. Настя, привет. Привет, привет. Вот. Ну и давайте немножечко повторим. Мы с вами на прошлом занятии говорили о разрывах и разводах. Кто помнит, какие показатели? Ну хотя бы один или несколько. Помню, что Дева на пустыне седьмого дома. Дева, еще что? Меркурия. Управитель седьмого дома в изгнании или в падении. Да, управитель седьмого дома, во-первых, должен быть слабый. То есть уже говорит о том, что что-то с браком там не то. Либо сожжен, либо ретроградный. То есть что-то не то. Потом мы говорили Солнце-Луна. Взаимодействие мама-папа, мужское-женческое. Как у человека все это запрограммировано. Потом, когда управитель седьмого поражен злыми планетами. Сатурн, Марс, Уран, Плутон. Какие-то негативные аспекты. Это тоже говорит все про разводы, про разрывы. Потом мы смотрим Венеру. Потому что Венера, она как общий показатель любви и брака в карте. Если она какая-то слабая, пораженная, либо наоборот, увеличенная Солнцем или Юпитером, то значит отношений будет много. Ну и, соответственно, разводы, разрывы, если Венера слабая. Ну что еще? Получаются злые планеты в седьмом доме. Либо в четвертом мы говорили. Потому что четвертый дом – это тоже дом семьи. Ну и когда Уран поражает там Солнце, Венеру, Луну. Вот эти все показатели говорят о разрывах отношений. А если мы говорим о безбрачии, что не будет брака в карте, что вы помните? Какие-нибудь аспекты? Как это выражается в картах? Открывает седьмой дом или Козерог, или Сатурн как-то поражает планету управителя брака, допустим, с Сатурном соединении, впадении. А Козерог – это или поздний брак, или брак очень поздний, правильно, или один брак, или вообще брака нет. Да, все правильно. Потом идет также управитель седьмого восточной полусферии, да, там Козерог, Сатурн, да, он замедляет, оттягивает. Либо сожженный управитель седьмого дома Солнцем, либо пораженный, да, там Ураном, Сатурном, малифакторы. Потом соединение с нисходящим узлом, мы еще с вами говорили. Ну и вроде бы все, да. И мы говорили, что от управителя седьмого дома нету хороших позитивных аспектов к Луне, Венере, там Солнышку, к добрым планетам, да. То есть у мужчин это Венера-Луна, а у женщин это Солнце-Марс. Вот. Потом что мы еще говорили? Так, про Сатурн мы сказали, да, либо поражен с Сатурном элемент, либо управитель седьмого дома, либо Сатурн находится в седьмом доме, либо является управителем. И еще, кстати, говорят девочки, первый седьмой дом в оппозиции, либо в квадратуре. Получается, я и партнер, мы не можем договориться, мы не можем найти вместе общий язык, да. Так, что мы еще говорили? Разрывы, безбрачие, много братья, когда много браков. Что это у нас? Юпитер, если, наверное, в седьмом доме, или если открывает стрелец? Да, все правильно. Во-первых, должен быть Юпитер, да, причастен к седьмому дому, либо управитель седьмого, имеет аспект к Юпитеру, как правило, это квадрат, да, потому что как бы чересчур много, либо в сердце Солнца, потому что сердце Солнца тоже у нас увеличивает, получается, не сожжение, а в сердце Солнца. И, конечно же, чтобы было многобрачие, надо, чтобы эти браки что делали? Распадались. Значит, аспект разрыва тоже какой-то должен присутствовать из вот этого перечня. А водолей, Роза, может быть, а водолей это свободолюбие, ну, люблю свободу, свободные отношения, это не является или является? Это является к безбрачию больше или является к многобрачию больше? Это является больше к тому, что человек не хочет официальных отношений. Свободные, легкие отношения. Наоборот, не хочет отношений. Такого человека сложно женить, как правило. Кстати, мы сегодня будем об этом говорить сейчас. Роза, а плутон в седьмом доме говорит о чем, ну, вот именно безбрачию или многобрачию? Ну, он же тоже злой. Мы смотрим, какие аспекты. Это может говорить, что муж работает в милиции, допустим. Это может говорить о том, что он либо относится к профессиям вот этим сферам, если имеет аспекты хорошие с восьмым домом, то это говорит о том там, да, и с Юпитером, что он, наоборот, богатый будет. Вот об этом мы, кстати говоря, сегодня и поговорим. Там миллионер и все прочее. Потом про многобрачие. Так как человек расположен к любви, обилию, да, такому, значит, у него пятый дом тоже в карте акцентирован должен быть, верно? Либо Венера. Значит, там либо стеллиум какой-то планета, либо на бисекстиле как-то что-то стоит, вот, либо планет очень много там. В пятом, в седьмом доме могут быть, ну, то есть как бы вот для него важны отношения, чувства, это самое, романтика, любовь, рестораны, вот это вот все. И поэтому пятый дом акцентирован. Черная луна тоже очень часто имеет отношение. Вообще черная луна тоже имеет значение в сенастре. А сегодня бы я хотела с вами поговорить про гражданский брак. Как вы думаете, гражданский брак чем отличается? Что там может быть такого? Именно по астрологии может быть и ничем. Почему? Ну, не знаю, тоже же отношения, просто незарегистрированные. Ну, может быть, водолей стоит в седьмом доме. Вот, водолей, да, свободолюбие, да, то есть свободное отношение. Что такое водолей? Это самый свободолюбивый и независимый знак. Если водолей в седьмом доме, то есть я не хочу быть независимой с партнером, я не хочу вешать на себя какие-то обязательства, да. Я не люблю, когда партнер на меня давит, я сразу же расхожусь, и вообще абсолютно ничего не надо. Вот. И вообще воздушная стихия, когда проявлена, да, там в четвёртом, пятом и седьмом домах, получается, четвёртый дом семья, пятый дом любовь, седьмой дом партнёрства. И получается свободное, лёгкое отношение по воздуху, да, человек не заморачивается к семье, к браку, к отношениям, особенно близнецы. Вот особенно близнецы дают вот это вот свободолюбие, да, какое-то более лёгкое отношение. Получается, Меркурий тоже имеет отношение к седьмому дому, к браку, либо является элементом, либо является управителем самого седьмого дома. Также получается в воздухе, либо в овне. Так, в овне, в ольве и в рыбах ещё даёт. Вообще, как бы, водные знайки, они не дают вот отношения лёгкие, они, наоборот, дают более глубокие. Очень важно, чтобы партнёр эмоционально понимал, да. Вот, а вот рыбки, они могут дать, что партнёр сам не знает, что хочет, несколько браков, вот, как-то так. Либо ещё управитель седьмого находится в воздушных домах. Это какие? Третий, одиннадцатый и седьмой, да? Да. Да, и вот получается, да, то есть, если как-то управитель седьмого либо сам в воздушном знаке, либо стоит в воздушных домах, это уже говорит о том, что как-то вот он к этому легко относится. Очень часто в седьмом доме стоит ещё, помимо Меркурия, уран стоит, да, потому что уран – это тоже как бы лёгкое отношение. Человек склонен к разрывам, разводам, к независимости. Вот. И гораздо реже положение, это идёт у нас Юпитера, Плутона, Юпитера, Плутона и Нептуна. Вот. Дальше. Четвёртый дом. Помимо воздушного, он тоже может оказаться в Деве, в Овне и в Козероге. Также там может быть Сатурн, Уран. Ну, то есть тоже, да, вот, ну, не хочу я вот этих вот отношений. Дальше. Управитель седьмого и четвёртого дома слабые либо поражённые. То есть вообще, когда планеты ослаблены, да, значит, у человека в этом день что-то не получается. И вот управитель четвёртого и седьмого ослабленного уже говорит о том, что что-то с браком не то. А что не то? Он, может быть, не зарегистрирован. Он, может быть, и есть. Очень часто люди живут долгое время в одном браке, но он не зарегистрированный, гражданский. Потом гендерные планеты в пятом и одиннадцатых домах. Ну, это, опять же, Солнце, Марс, Луна и Венера. Одиннадцатый дом, понятно, да, почему? Потому что это дом Водолея, дом Урана. Ну, и пятый дом Любви. Вот. Что ещё? Ну, в принципе, тут понятно, да, там, может быть, всё Венера в оппозиции с высшими планетами. И управитель седьмой в аспекте с Юпитером сожжён или аспектиром Солнца. Хорошо. Теперь давайте подумаем выгодный брак. Как вы понимаете, вот, выгодный брак? По расчёту. По расчёту. А какие могут быть показатели выгодного брака? Управитель седьмого... Ой, девочки, подождите, а давайте я вам сначала дам пример. Пример гражданского брака. А чё я так сразу перескочила? Вот, пожалуйста, пример гражданского брака. Женщина живёт в одном длительном гражданском браке и имеет в этих отношениях двоих детей. Официально замужем никогда не была. Видна ли в этой карте тенденция к длительному браку? Нет. Ты же сказала, воздушные знаки, если открывают седьмой дом, то это уже лёгкое отношение к браку. Да. А ну а Меркурий-то в тельце, девочки? Управитель фиксированным, да? Управитель фиксированным. Она-то живёт в одном браке несколько лет. Но что-то с браком не то, да? Смотрите, Меркурий. Сердце Солнца находится. Сердце Солнца, да. А, сердце? Сердце, он не сожжён. Между ними там 15 минут. Мы сразу видим Юпитер, да, воздушный, в седьмом доме, тоже показатель. Но управитель седьмого, получается, смотрим, да, Меркурий, он в соединении с Солнцем в пятом доме. Вроде бы брак по любви, да, как бы дети есть. Управитель брака в пятом доме. По любви брак. Есть дети. Но что-то с этим браком не то. Вот. А кроме того, что близнецы, роды, всё остальное, это нормально. Ну, так она и живёт нормально. А почему управитель, соуправитель первого дома, второй управитель Нептун, он же второй управитель Стрельца, он оппозиционирует этому, скажите, Юпитеру. Ну что, он же не оппозиционирует управителю седьмого дома. Понимаешь? Он же Юпитеру, а Юпитера всегда мало. Не поняла. Когда позиция или квадрат к Юпитеру, это всегда мало чего-то, чего-то не хватает. Чего-то не хватает, а иногда чересчур много даже даёт. Вот здесь вот и есть воздушное отношение к браку, лёгкое, но управитель брака в тельце, в фиксированном знаке, в сердце Солнца, да, получается. Ещё участник Тау-квадрата. Ну здесь ладно у нас этих нету аспектов. У правителя первого седьмого оппозиции нету, поэтому есть отношения. В четвёртом доме Овин плюс нисходящий узел, что тоже ослабевает, да, вот эта вот семейная, сам семья, да, получается. Положение семьи ослабевается Овнами, нисходящим узлом. Венера слабая, Венера Вовни слабая и имеет оппозицию к Плутону. Но она имеет зато секстиль к Юпитеру, видите, Юпитер, элемент седьмого дома. Брак есть, но он официально не зарегистрирован. Как-то так. Так, что у нас здесь написано? Кроме склонности к гражданскому браку в карте отчётливо видна тенденция и к длительным отношениям, и к выгодному браку. Да, тут у нас Юпитер в седьмом доме. Ой, что, у нас Настя выскочила, что ли? Давайте ещё один пример рассмотрим. Пример второй. Тут тоже официального брака не было. Женщина живёт в гражданском браке около десяти лет. Смотрите, опять Меркурий в седьмом. То есть там был управитель, да? А здесь элемент получается. Меркурий в седьмом, в овне. Тоже овен-знак такой, не очень располагающий к отношениям, да? По овну огонь, воздух, да? Вообще вот сам по себе. Вода, земля, там уже более стабильно, более расчётливо. Огонь, воздух – это достаточно ослабленные сферы. Управителя седьмого давайте рассмотрим. В восьмом зоне марта. Какой он? Визгнание, слабый. Слабый, сожжён солнцем, да? Мы видим, что там нет перца солнца. Так, где у нас солнце? Вот 1,46. 1 град. Ну, как он? Сожжённый, да? Слабый, в изгнании он там. Давайте теперь Венеру посмотрим. Венера как общая фиката любви и брака, а? Хорошая Венера в рыбах она здесь. Хорошая. Хотя у неё там аспект, да, получается. Вот. Любовь, да? Любовь есть. Они уже 10 лет живут. А, ага. Понимаете, ну, Венера поражена вот Плутоном и Ураном. Она находится в оппозиции. Управитель Пятого, если, да, мы ещё рассмотрим, помимо Венеры, Уран, Уран, вот как раз-таки вот у нас идёт оппозиция это самое, Венеры. Уран и Плутон оппозиция Венеры. Урана. Урана.